Здравствуйте! Я приветствую всех на канале Семь Семян. Меня зовут Лариса Зарубина. И сегодня я помогу вам выбрать правильную лампу для рассады. В начале рассадного периода, когда начинаем высаживать цветы, первые овощи, это январь, февраль, конец декабря, мы уже задумываемся о том, что короткий световой день, нужно чем-то подсветить рассаду. Так какой же выбрать световую лампочку? Это вот очень важный момент. Дело в том, что растение видит свет совсем по-другому, не так, как люди. И растению для нормального фотосинтеза нужны всего лишь два света. Вот у меня здесь коробочка от светильника, и вот здесь очень интересный график. График фотосинтеза. И основные пики на этом графике, то есть это разложение белого света, обычная наша традиционная радуга, которую еще нам в школе учили. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Помните из школы? Так вот, красный спектр и синий спектр. Это два самых главных спектра, которые должны участвовать на начальных этапах развития растения. Вот именно эти два спектра им и важны. Цветовая температура измеряется в кельминах. И вы мне сейчас скажете, зачем нам нужны эти параметры? Дело в том, что любой световой прибор, который вы возьмете, всегда указывается на нем цветовая температура. И это очень важная характеристика. И отталкиваясь от именно показателей цветовой температуры, мы можем определить, насколько вам эта лампочка подходит. О чем говорит цветовая температура? Она, как правило, нам указывает на то, что как будет светить наша лампочка. Если на лампочке вы видите, что цветовая температура указана 2700 кельвинов, это говорит о том, что лампочка будет светить более в теплый цвет, то есть в ней преобладают красные оттенки. Если у вас, наоборот, лампочка светит более холодным цветом, соответственно, температура в кельвинах будет у вас приближена к границе 6000. Так как же быть? Нам же нужен красный и синий свет. Есть золотое решение. 4000 кельвинов. Это вот та самая оптимальная температура, которая подходит для выращивания растений. То есть, если сказать в упрощенном виде, то 4000 кельвинов – это температура дневного света в полдень. Обычным летним днем. Ну а при ней, конечно, растения все прекрасно развиваются. Если вы на лампочке вдруг видите, что температура цвета у вас находится в диапазоне 4500 кельвинов, это говорит о том, что она больше смещена к синему цвету. Но это совершенно не значит, что она не подходит вам для выращивания рассада. На первичных этапах растениям, как я уже вам сказала, нужен красный и синий цвет. Для чего они нужны? Синий цвет, что он делает? Он образует клетки. Он делает растение коренастым, сильным, развивает мощную листовую массу. То есть, растение становится могучим, приземленным. Красный цвет образует клетки. И тем самым вытягивает, как будто бы растение. Если сказать в упрощенном виде, то синий образует клетки, а красный их вытягивает. Поэтому четкий баланс между этими двумя границами обеспечивает вам рост нормальной высококачественной рассады. Теперь возникает следующий вопрос. С кельвиновыми мы все разбрались. Так все же лампочки нам подходят для освещения рассады? Увы, дорогие мои друзья, вы не все. Итак, перед вами лампочка льдовича. Она называется просто обычная лампочка накаливания. В чем ее преимущество? Дешево стоит? Это, наверное, ее единственные. Ну и светит. Но растения, помните, я вам говорила, что они видят свет совершенно по-другому. Поэтому здесь, в таких лампочках, как правило, они светят всегда ближе к теплому свету. То есть, соответственно, не присутствует больше красный свет. А рассаде-то нужен и синий свет. Поэтому такая лампочка у нас содержит не тот спектр, который необходим для растений. И самое главное, посмотрите, как она светит. Вот сейчас я вам включу. Посмотрите, она светит во все стороны. То есть, свет у нее направлен во все стороны. Очень много расходуется энергии. Ненужное место. То есть, мы платим лишние деньги, а получаем, рассада получает малоосвещенной. То есть, она становится у нас малоосвещенной, да еще не того спектра. И еще вдобавок, эта лампочка греется. Вот я держу руку и ощущаю. Расстояние до рассады от лампочки должно быть на первых этапах составлять 15-20 сантиметров. Не больше, не меньше. Поэтому такую рассаду такая лампочка может просто сжечь. Следующая разновидность этой же лампочки накальния, только рефлекторная. Чем она отличается вот от этой лампочки, которую мы только что включали? Здесь уже более направленный свет. Он светит под углом 120 градусов. И производитель на коробочке нам всегда пишет, каков угол освещенности данной или какой-то определенной лампочки. Здесь уже свет у нас рассада получает более целенаправленный. Посмотрите, как освещена рассада. То есть, здесь она уже получает гораздо больше света. Ну и, соответственно, греется сильнее. То есть, руке моей уже очень горячо. Такая рассада у вас сгорит мгновенно. Ну и, конечно же, спектр. Опять не тот спектр. И количество затраченных денег на освещение определенной площади будет в разы больше, чем при других таких же световых источниках. Делаем вывод. Вот эти две лампочки ЛИЧа в том и в другом виде нам не подходят для подсветки рассады. Ни экономичны, ни того спектра. И много денег на подсветку потребуется нам. Поэтому такие лампочки мы не используем. Следующая лампочка. Лампочка светодиодного. Чем хороша эта лампочка? Эту лампочку мы уже можно использовать для подсвечения рассада. Главное, что вы должны видеть на коробочке, когда вы ее покупаете. Вот в данном случае вот эта коробочка у меня от этой лампы. Здесь температура, опять-таки, наши любимые кельвины. Нижняя граница 2700. Это говорит о том, что лампочка больше теплого цвета. И она светит больше красными лучами. Нам для рассады нужно, как я уже говорила, баланс. Строго посередине. Поэтому такие лампочки, которые сдвинуты в сторону красного, нам не очень подходят для выращивания рассады. Светодиодные лампы нам подходят. Но если при выборе этой лампочки выбирать светодиодные, то тогда старайтесь выбрать именно золотую середину. Чтобы температура света была строго посередине. Помните про 4000 кельвинов? Вот именно эта температура нам нужна. Это золотая середина. Плюс этой лампочки совершенно не греется. Цвет направлен по углам. Угол освещенности 120 градусов. Если вы берете лампочку с небольшой мощностью, таких лампочков вам нужно. Световое пятно. Одно должно накладываться на другое. Иначе у вас получится вот здесь максимально. А вот здесь рассада будет, как на закате лучей. То есть получать минимум освещенности. Поэтому световые пятна должны пересекаться. Важный момент. Но такие лампы нам подходят. Главное температура. И мощность, конечно же. Следующие лампочки. Бикалор. Светодиодный бикалор. Ну, это уже, скажем так, новое направление в лампочках. Эти лампочки специализированы для выращивания рассады. Из них убраны ненужные все спектра. Оставлены только красный и синий спектр. Растения такие лампочки очень любят. КПД у них высокое. Лампочки не греют. Очень маломощные и очень экономичные. То есть денег затрачиваем мы минимальное количество. Единственный минус. Человеческий глаз не очень хорошо реагирует вот на этот свет. И, конечно же, цена таких лампочек достаточно высокая. Поэтому, если можно взять меньшей мощности, цена меньше, но таких лампочек надо больше. Или же одну, но, соответственно, цена. А так они всем хороши для выращивания рассады. Я вкрутила менее мощную лампу. Теперь посмотрим на световое пятно этой лампы. Смотрите, если у вас лампа меньшей мощности, соответственно, угол освещенности будет меньше. А для нормального роста растений, если у вас ящики навсегда длинные, для нормального роста растений таких ламп вам потребуется несколько. Для того, чтобы световые пятна перекрывали друг друга. Для того, чтобы рассада была равномерно освещена. Срок эксплуатации светодиодных ламп на производитель говорит 50 тысяч часов. И на протяжении всей эксплуатации КПД этих ламп не падает. Что в начале, то есть когда вы купили лампу, что в конце эксплуатации, отдача КПД будет одинаковой. А что делать, если у нас очень много рассады? Ну, нет возможности у нас купить вот эти прекрасные, замечательные лампы, специализированные для выращивания рассада. Особенно, если у вас рассада стоит в длинных ящиках, стоит на подоконниках. Как быть тогда? Тогда я предлагаю вам пойти другим путем. Тот, который фактически, наверное, использует каждый садовод-огородник, это обычные лампы. Как их еще в народе называют, дневные лампы, которые называются люминесцентные. Эти лампы у нас имеется фактически в продаже во всех магазинах. Это не дефицит. Чем хороша эта лампа? Дешево. Экономично. Срок эксплуатации таких ламп 8 тысяч часов. Это плюс. Минус. КПД теряется на половине пути. То есть 4 тысячи часов, и КПД ее уже падает. Поэтому, купили такую лампу, вот здесь себе напишите, когда вы ее купили, чтобы вам не забыть, чтобы поменять новое. Лампы бывают такие, теплого света и холодного цвета. Как правило, температура на синих лампах сдвинута в сторону, помните, я вам говорила, 6 тысяч и дальше. Или же, наоборот, быть теплого цвета, который температура будет в диапазоне 2500-2700. Нам нужна для выращивания рассада температура света 4200 Кельвинов. Вот это классический вариант, который подходит для выращивания рассада. Это золотая середина. В этой лампе имеются как раз вот те самые два нужных спектра. Красный и синий. На первичных этапах, если даже у вас лампочка вот здесь написана не 4200 Кельвинов, а, например, сдвинута больше в сторону синего цвета, это не значит, что она не подходит. Она подходит. На начальных этапах, когда только растение начинает вегетацию, синий цвет, наверное, даже более актуален, чем красный. Красный нам нужен уже дальше, когда растение уже взойдет, расправит первые листочки. И вот здесь нам нужно, чтобы оно больше, скажем так, вытягивалось в высоту и расправляло листики. Поэтому 4200 Кельвинов нам очень даже подходит для выращивания рассада. Единственный минус этой лампы, дело в том, что она светит под углом, наверное, 200 градусов. То есть площадь освещенности у нее достаточно высокая. Сейчас я вам включу, вы увидите. То есть она светит во все стороны. Для того, чтобы свет был более целенаправленный, вам нужно будет направить экран отражателя. Для того, чтобы рассада больше получала света. И таких лампочек на площадь, например, вот как у меня стол метр двадцать на метр, вам понадобится две, а еще лучше три. Много света никогда не бывает. Поэтому помните об этом. И помните о том, что я говорила. Срок эксплуатации купили, запишите. Это очень важно. Есть еще один существенный минус этой лампы. Дело в том, что вот для того, чтобы она находилась над тем уровнем над рассадой, нужно нам обязательно крепление, для того, чтобы она по мере роста могла подниматься, вначале опускаться, а потом подниматься выше и выше. Что для этого использовать? Ну, конечно, у нас садовод-огородники очень изобретательные люди. Многие используют просто коробочки или же книжки. И ставят на них вот эту лампу. И по мере роста рассада подкладывают книжки и поднимаются выше и выше. Есть более изобретательные люди, которые крепят штангу от из душа и к ней привязывают лампу дневного света. Но это тоже способ годится. Каждый, как говорится, ищет для себя лучшие пути. Помните о том, что эта лампа, что в ней плюс, то что она не греется. То есть рассада мы можем фактически на первых этапах располагать достаточно низко. Но опять не меньше и не больше, чем 15 сантиметров на начальных этапах. 15-20 сантиметров. Теперь перехожу к следующим лампам, которые, наверное, самые удобные для выращивания рассады. И самое интересное, что такие лампы чем хороши. Рассада под ними растет слишком быстро. Я могу сказать вот по пеларгонии даже. Посмотрите, моя пеларгоша посажена 31 декабря. Вернее, она взошла 31 декабря. Сегодня у нас на дворе 17 января. Ролик снимается заранее чуть-чуть. Вы посмотрите, в каком он у нас состоянии. То есть фактически это за 17 дней. Вот под этой лампой. Вы представляете, какой темп роста. Я могу сказать, что я буду выращивать перцы, томаты, баклажаны. Вот под этой лампой я срок посадки отодвину недели на полторы-две. Это точно. Слишком быстро растет рассада. Рассада получается здоровая и крепкая. Чем хорош этот светильник? Этот светильник называется так. Растущий светильник для роста ваших растений. Светодиодный. Чем он хорош? Включаю, друзья мои. Я влюблена в этот светильник. Мне он безумно понравился. Безумно. Вот. Смотрите. Площадь освещения. Светодиодный светильник. Экономичный. Правильного спектра. Не греется. Площадь охвата. Посмотрите. Одна лампа осветила весь стол. Вот здесь у меня только теряется. И вот здесь теряется освещенность. Ну, вы представляете? То есть вот на такой стол мне надо две лампочки. Даже больше ей не нужно. Важный момент. Рассада растет. Посмотрите. Мне не надо придумывать, какое крепление для того, чтобы лампочка эта не упала мне на рассаду. Я просто ее приподнимаю. И все. Представляете, как удобно. Удобный столик. Удобный. Во всех направлениях. То есть, ну, не лампа, мечта. Могу сразу сказать. Здесь светодиоды, я уже вам говорила, правильного спектра. То есть содержат все необходимые красные и синие лучи. Плюс, наверное, желтые и зеленые. Судя по лампу, но они в минимальной границе фотосинтеза. То есть то, что нужно растению на начальных этапах для поддержания нормального роста. Поэтому рассада и растет так быстро. Светодиодные светильники. Могут быть разные. Светодиодные ленты бывают у нас. Здесь вы видели в представленном виде лампочки. У нас здесь светодиоды. Вот в такой обычной лампочке. Здесь они вытянуты в горизонтали. Есть еще светодиодные ленты, которые вы можете изготовить, конечно, сами. Выбрать светодиодную ленту, которая красного-синего спектра. И подсветить рассаду, если вы сами решили сделать. Но помните, для подключения светодиодной ленты вам понадобится спусковое устройство. Конечно, в обычных световых магазинах вам все продавцы помогут правильно подобрать. И рассказать, как правильно все это, запустить всю эту систему. Но для этого потребуется, конечно, определенная сноровка. Здесь уже вам ничего не требуется. Вы просто покупаете светильник. Включаете. Отодвигаете срок посадки вашей рассады. И наслаждаетесь результатом. Вот, посмотрите. Кстати, вот этот светодиодный светильник есть в интернет-магазине. 7.7. Заходите, покупайте, делайте удачные покупки. Все. Я прощаюсь с вами. Желаю, чтобы ваша рассада была сногсшибательной. Все. До новых встреч на канале 7.7. Субтитры создавал DimaTorzok